В Ульяновской области в пятый раз проходит чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс. Конкурсные испытания проходят на профессиональных площадках, которые позволяют качественно и надежно участникам принимать участие в этом необычном чемпионате. Олимпиада возможностей. Движение чемпионатов профмастерства среди людей с инвалидностью зародилось в Японии в 70-е годы прошлого века. Спустя десятилетия Абилимпикс вышел на международную арену. Первый национальный чемпионат в России прошел в 2015 году. С тех пор конкурсные испытания проводятся по 62 компетенциям рабочих профессий. Одна из них – поварское дело. Центральная площадка проведения в Ульяновске – техникум питания и торговли. В этом году на конкурс подали 8 заявок. Каждому участнику отводится строгое количество времени, в течение которого он должен приготовить два блюда. Технология приготовления, подачи и сервировка является авторской для каждого мастера кулинарного искусства. В конкурсное задание входит приготовление за определенное время, в данном случае 2,5 часа, двух блюд. Первое блюдо – это у нас рулет из птицы с гарниром из булгура и соусом с сливочным грибами. И второе блюдо – это блинчики с фруктовой начинкой и фруктово-ягодным соусом. Студент-техникум Алексей Зимкин справился с конкурсными испытаниями досрочно. Это его первое участие в конкурсе. Я готовлю уже с самого детства, когда был маленький, пробовал, учился и в планах было поступить именно в техникум питания и торговли. Вот моя мечта осуществилась, я здесь, я участвую в конкурсе. И это мой не последний конкурс, я надеюсь, что их будет много. В отличие от своего соперника, Анастасия Орешкина уже участвовала в конкурсе и одержала победу два года назад. Тогда девушка прошла отбор в национальный чемпионат, представляя наш регион. В Москве молодой повар получила интересный опыт в технологии приготовления блюд. Кем планируешь ты стать в дальнейшем? Я планирую стать в дальнейшем, после учебного заведения, стать ресторатором. Отборочные испытания будут проходить в регионе до 22 октября. Помимо экспертов, за всеми участниками в дистанционном формате следят члены жюри из Национального комитета в Москве. Антон Никонов, Даниил Сурков, Новости, Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова